Начиная с 2014 года, Вашингтон ведет против Москвы самую настоящую дипломатическую войну. Высылаются сотрудники МИД РФ, закрываются дипломатические представительства России в США и американские в России. Наблюдатели отмечают, что накал происходящего превзошел даже эпоху Холодной войны. Но если присмотреться внимательнее, становится понятно, что атака Белого дома идет не столько против нашей страны, сколько демонстративно против ее президента. После недавнего скандала с некорректными публичными заявлениями президента Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина, посол РФ США Анатолий Антонов был отозван обратно в Москву для консультаций. По его словам, он еще сам не знает, когда сможет вернуться в Вашингтон, и выразил сожаление, что две великие державы ссорятся вместо того, чтобы совместно противостоять общим угрозам. К слову, действительно не факт, что Анатолий Иванович сможет вновь полететь в США, поскольку он сам в своем роде уникален. Это единственный в мире посол, находящийся под международными санкциями. Впрочем, речь пойдет не о дальнейшей карьере этого кадрового дипломата. Давайте попробуем вспомнить самые яркие эпизоды политического противостояния России и США с их союзниками за последние несколько лет. Например, после скандальных результатов выборов в 2016 году, когда неожиданно для многих представительницу демократической партии Хилари Клинтон победил республиканец Дональд Трамп, проигравшая сторона не смогла принять их с достоинством и начала искать крайних. Виновные нашлись очень быстро, пресловутые русские хакеры, работающие на наши спецслужбы, и фабрика троллей приближенного к Кремлю олигарха Евгения Пригожина. Во всяком случае, так заявили в Вашингтоне и в ответ ввели санкции против нескольких россиян, а также ФСБ и ГРУ. Вдогонку Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов и повелел им покинуть страну в течение 72 часов, а оставшимся запретил пользоваться специальными посольскими дачами. Президент Владимир Путин отреагировал крайне миролюбиво, заявив, что МИД РФ не будет предпринимать симметричных мер против американских дипломатов, а заодно и пригласил их семьи на елку. Всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую и такой заход не оценили, и Конгресс США принял законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении отечественных нефтяных и газовых компаний. В качестве контрмеры Россия приняла решение сократить на 755 человек количество сотрудников американских дипредставительств. Правда, выяснилось, что большая часть из них была гражданами РФ, работающими по найму. В ответ, в 2017 году США выдворили сотрудников наших торговых представительств из двух зданий в американской столице и Нью-Йорке, а также из консульства в Сан-Франциско. После туда с обходом и инспекцией заявились два десятка полицейских. Москва назвала происходящее рейдерским захватом российской собственности и направила ноту протеста. Но, помимо вмешательства в американские выборы в 2016 году, которое приписывается Кремлю и приближенным к нему олигархам, на президента Путина в 2018 году была брошена тень гораздо более серьезных обвинений. Напомним, что тогда в британском городке Солсбери, прославившемся на весь мир своим соборным шпилем, произошло отравление бывшего российского агента-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это преступление якобы совершили агенты ГРУ Петров и Баширов, использовав боевое отравляющее вещество новичок. На неудобные вопросы, а зачем им вообще понадобилось это делать, почему так сложно, и отчего после воздействия страшного химического оружия, обе жертвы остались живы и практически здоровы, у западных спецслужб есть только один ответ, потому что Путин. Примерно с этой формулировкой начался очередной демарш с массовой высылкой российских дипломатов. Великобритания, где и произошло это прискорбное событие, выдворила 23 человека, США сразу 60, а всего 26 стран, солидаризировавшихся с Лондоном, совокупно выслали 140 наших дипломатов. Вашингтон, как видно, проявил наибольшую активность, а заодно и закрыл российское генеральное консульство в Сиэтле, радикально усложнив жизнь наших соотечественников на восточном побережье США. В 2020 году президент Дональд Трамп принял решение закрыть уже американские генконсульства в России, во Владивостоке и Екатеринбурге. На Дальнем Востоке это сделано навсегда, а на Урале работа дипломатического представительства приостановлена на неопределенный период. В результате визу для поездки в США теперь можно получить только в посольстве в Москве, что крайне неудобно для жителей нашей огромной страны. А потом было дело об отравлении Алексея Навального все тем же новичком. Со слов оппозиционера, заказал его убийство лично Владимир Путин. По логике главы ИВК, президент РФ не любит простых путей и упорно пытается кого-то зачем-то отравить химическим оружием, но по-прежнему безуспешно. И снова в этом деле отметились иностранные дипломаты, которые массово вышли на поддержку арестованного по возвращении в Россию из Германии Навального. Москва была вынуждена выслать трех европейских дипломатов, поведение которых перешло допустимые границы. Что же мы видим в итоге? Уже несколько лет подряд со стороны Запада в отношении России, вернее против ее президента, ведется настоящая дипломатическая охота. Владимира Путина и его ближайшее окружение последовательно обкладывают флажками по вопросам вмешательства в американские выборы и неоднократного применения боевого отравляющего вещества новичок. Из российского президента уже прямым текстом делают убийцу, а нашу страну – изгоем. Зачем? Вероятно, для того, чтобы поставить перед отечественными элитами принципиальный выбор, с кем они. Со всеми вытекающими для Кремля последствиями.